Банковский счет заблокирован и нужно отправить пин-код на указанный номер. Родственник попал в беду и необходимо дать взятку полицейскому. Такие легенды обычно сочиняют мошенники. Надеясь, что жертва не будет разбираться и захочет решить проблему сиюминутно. Изобретательности преступников предела нет. Некоторые, зная, как зовут директора фирмы, от его имени звонят подчиненным и просят перевести деньги на конкретный счет. Нарваться на преступников рискуют и те, кто пользуется онлайн-магазинами. Часто жертвами мошенников становятся и пользователи сети интернет, кто хочет подороже продать и подешевле купить. Схема проста. Преступники размещают в онлайн-магазине объявления, где предлагают товар по бросовой цене. Но вот незадача показать его они не могут и просят как можно скорее, пока не перехватили другие покупатели, расплатиться, перевести деньги на счет. Или другая схема. Преступники, не торгуясь, соглашаются купить товар своей жертве. И чтобы расплатиться, просят все данные о банковской карте, включая заветные три цифры. Такую информацию, говорят полицейские, предоставлять никак нельзя. Жадность и невнимательность, как говорят полицейские, те пороки, на которые и делают ставку мошенники. В случае с пенсионерами это еще и наивность. Как правило, преступники представляются соцработниками или сотрудниками коммунальных служб. Заходят в квартиры, смотрят, где пожилые люди хранят деньги, потом грабят. Ущерб порой составляет сотни тысяч рублей. Стражи порядка предупреждают, лучше всего противостоять преступникам поможет старый добрый здравый смысл. Никакие манипуляции с банкоматом под чужую указку не проводить, потому что все разблокируется только через отделение банка. Если у вас позвонили, что родственник в беде, я уже сказал, необходимо в первую очередь созвониться с родственником, если таковой имеется. Ни в коем случае, соответственно, не надо при звонках, допустим, в ночное время сразу называть там, Петя, это ты, соответственно, мошенник. Да, это я, Петя. И все, и уже на этом фоне начинает играть. Почему голос другой? Да мне губы разбили. Ввести в заблуждение очень много способов, поэтому будьте внимательны. С начала года полицейские зафиксировали около тысячи случаев мошенничества, треть преступлений раскрыта, задержаны более 30 человек. Силовики напоминают, если есть хоть малейшая вероятность того, что вы имеете дело с преступником, необходимо сразу позвонить в полицию. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События.